Доброе утро! Всем привет! Ты вообще ничего не надевать не будешь? Нет. А я так очень надеваю. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Женечка здоровается. Смотри, скорее выходи, чтобы тишина. А что? Поза ходит. Ждет, пока все выйдут такой культурный. Я в прошлый раз сказала, что девчонки обратно идут пешком. Ну, не всегда, конечно. Ну, например, вчера на автобусе, да? Нет, пешком. Ну, хотя автобус был вчера. Сегодня не будет. На экзамен повезут детей. Нет, мы просто... Вчера было в автобусе очень душно. Мы заходили в ту школу идти. Да. Я сегодня тоже буду играться на семьях. Ну, дело в том, что в школу-то надо быстренько. А из школы-то можно с друзьями тихонько идти. Это их выбор. Они хотят идти... Вот видите, вчера был автобус, а ты тоже могла бы одеть туфли. Не хочешь? Какие-то они вот такие у меня. Какие-то такие нормальные туфли. Они мне вот такие. Я так выбрали. А у меня... Вот видите, Сашеньке, как красиво. С Богом, дети. Ой, Женьке буду учиться. Обувь и вообще такая. Ой, обувь. Брюки короткие. У Саши... Они садили там цветы. И... Я постирала, они не высохли до сих пор. Посмотрю, она сюда принесла их. Хотя они висели на улице. Я сегодня говорю, мама, в чем я пойду? Я говорю, есть у тебя кроссовки? И не хочу. Они дома. Я в них дома гуляю. Всего повырастали уже тоже. А эти я постирала. Она там в грязь залезла и... Пришла так. У носки все грязные. Все грязные. Не высохли еще. Пусть так стоят. Красота на улице. Тепло. Видите, девчонки уже... Даже без этих уехали. Без кофт. Ой... Без... Литровок. А я вчера еще все перестирала. Все куртки. Бунцовки. Сегодня там еще осталось теплые куртки тоже все постирать. Все надо поубирать. Ну, конечно, джинсовки убирать еще не будем. А вот теплые вещи уже все надо будет убрать. Да и туфли тут надо некоторые убрать. Тоже уже... Дариночка тоже встала. Дарина, по идее, она раньше намного уходит в школу. У них 8 начинаются занятия. Но сегодня первого урока не будет. Поэтому она пока еще дома. Спочку одела. Красивая такая. Часы не носишь? Они же большие. Точно. А ты чего не напомнишь, что надо это... Убрать немножко. Надо сходить в центр. Где подарки. Тебе уже можно самой везде бегать. Дарина вообще не хочет из дома выходить. Да магнита ходит и все, и обратно. Ой, я бы лазила везде. Деньги есть. Пошла по магазинам в центре. Ну ладно. Время 8.35. Пыль вот только вытирали. Смотрите. Это потому что я постоянно окна открываю. Будет сегодня опять вытереть. Я кружки тут собираю. Вот это Васина. Ей очень-очень-очень много лет. Вот это нам кумовья наши дарили. С Челябинска. Чип ушел. Вот этот мой. Мой любимый муж готовит нам завтрак. Я как-то еще в последнее время редко готовлю завтрак. Пойдет сам, начинает тут готовить. Нравится что ли, да? Да. Да. Ну только завтраки. Тебе надо еще пока ужина начать готовить. А что? Я вообще тогда ничего делать не буду. Я буду бежать везде, телевизор смотреть. Правда, телевизор вообще не смотрю. Не знаю, что делаю. А хотелось бы телевизор посмотреть маленько. Яйца, кстати, последние. Мы покупаем. Надо будет мужчине позвонить. В этот раз взять надо, чтобы не 30, а 50. То, что мне нужно, например, на выпечку. Я бы хотела сделать это. У нас там лук зеленый есть. Заливной пирог. Просто яйца и лук зеленый. Так ладно, я хотя бы кофе налью. Налью кофе я. Ладно, спасибо, хорошо. Я тут уже успела посидеть. Все заправила. Я сегодня здесь спала. Надо тоже покрывало тут постирать. И у Тома порядок навести. Опять вот одежда накидана, игрушки, как попало. Сегодня у Настя привезет сейчас. Так, вчера купила себе кофточку и так и не показала. Вот так вот она выглядит. Ну, обычная такая. Такая симпатичная. Вот, надо будет ее еще постирать. С Дариной вчера вечером немножко перебрали с ней вещи. Я просто... Мам, какие вещи мне убрать? Я говорю, давай теплые. В общем, помогла. Здесь вот у нас... Ничего, Андарина разрешает заходить к ней. Вот видите, места много. Хочу вот эти все... Хочу вот эти вот теплые вещи все перестирать и тоже все убрать. Вот, как бы... Андарине хватает, а вот это мы тоже используем как общий. У девчонок там все полно. И мне пишут, что не ходите к детям, не прибирайте. Ну, разобрали, вроде вещи положили, а дети так и не убрали до конца. Все равно я прихожу и поправляю покрывало. Не всегда, конечно, но часто очень поправляю покрывало. Где-то немножко тут вещи, которые они, например, помылись, чистое одели, а старое не выбросили. В общем, я помогаю немножко им пока. Вот сейчас Дарина уже большая, как бы ей не надо помогать. Уже сама все делает. Девчонки потеряли главное. Помню, искали. А она здесь лежит. В общем, надо... Пока у меня есть еще немножко времени, везде порядок навести. Вот и все валяется. Это Саша утром попросила. Мам, не трогайте носки. Я приду из школы, одену. Вот и все валяется. Немножко все равно доприбираю. Не поняла, что это за куча одежды такая-то. Миллионный раз смотрю. И все равно смотрю, открыв рот. Это мой самый любимый фильм. Сижу с утрю. Суп у меня сегодня. По-быстренькому сейчас сварю. И запекалка есть вчерашняя. Мой милый мам. Ну, милый мам. Если лежишь, в семье помеш. Давай, давай, давай. Молодец. Сейчас будет чуть ли не самый любимый мой момент. Мать плохая. Мама, ты сидел. Сижу. Сделаю обувью. Эти вот кеды. 36 размер. Женьки маленькие. Вот эти вот тоже. Девчонки почти не носили. На физкультуру брали. 32 размер Сашина. Она тоже, говорит, маленькие. Пронесли из школы. Они сейчас там в других. Это Томины тоже маленькие. И вы знаете, собираю обувь. Это вот Сашина, Женина и вон Томина давно собирались выкинуть. И вот я не знаю. Как будто как... Представляете? Думаю, может полежат. А зачем? Вот зачем? Я, короче, пойду прям сразу выкину в печку. Оставлю только мои. Вот я их нашел уже, не знаю, года 2-3. И ничего им не делается. Я вообще хорошо обувь нашел. В общем, от греха подальше пойду сразу выкину. Привыкла, знаете, как это, я не знаю, это нищенское какое-то мышление, что ли, оставлять все. Зачем это все хранить? Как будто мы не можем купить. Где-то тут еще даренанные лежали. Похоже, я их все-таки уже выкинула. И надо пойти искать летние. Где-то там у меня сандали мои есть. Я говорю, я долго обувь ношу. Поэтому... Ну и сандалии, а как они там называются? А где у нас, пап, обувь летняя? Это я девчонок. Это тут же Женины, Сашины и Томины. Надо прям сжечь. Здесь вот мы сжигаем, чтобы не было соблазна. Если только немножко пересадили вчера, дождик начал накрапывать, мы ушли. Хочем вот так вот посадить цветы. Туда надо немножко поубирать, чтобы не мешало ходить. Не успела я сходить в подвал. Слышу, где-то там моя внученька уже плачет. Плачет. Мы когда надолго уходим, мы тут дверь закрываем. А вот и мы. А вот и внученька. С дочечками, с Динкой. Привет. Привет. Жарко тебе. Выпрямилась? Круто, да? Угу. Ай, кто так украшился? Я говорю, я сегодня смотрю на себя и думаю, все, я походу всегда так буду здесь стричься. Ну что, у тебя мало волос, конечно. Единственное, что не подстриглась? Я к ней пришла, у нее времени не было, во-первых. Во-вторых, она сказала, она смотрит, я же с кудрявой пошла, по-моему, вот. Она говорит, вообще, вообще. Она говорит, у тебя густота, вот, все, дальше ничего нет. Она говорит, по идее бы в идеале, вообще вот этого все состричь. Ну, говорит, это, конечно, будет ужас страшный. И она говорит, маленько отрастает, срезаем, отрастает, срезаем. И пока вот эта вот густота отсюда не вырастет, потому что она говорит, у тебя только вот так, все, остальное просто так. У меня племянница Ирина, она в парике ходит. Она после ковида, она прям... Облысела? Вообще облысела, там она в парике, а по-другому никак. Она, во-первых, все состридела, коротко-коротко прямо. Она мне тоже спросила, ты ковидом не болела? Я говорю, нет. Я говорю, нет. Нет, ты, скорее всего, болела, просто что... Подтверждена. Не выражена, да, да. Я думаю, все переболели, быть такого не может. Ну вот тогда я все пролежала, поди ковид был. Да, да. Очень много трихологов, когда смотришь, они вот, что... Пусковидное облысение вот это вот идет. Единственное, говорю, что надо будет... О-о-о-о... Ну-ка отдай, быстро! А ты почему не разулась? Они уже маловаты ей. Ты уже выросла? А? Да. Красотынь! Красотень ли потень? А-а-а-а-а-а-а! Ой, девчонки, вчера Женечка все пропылесосила. Саша полы помыл, они уже большие. Как самое платье вам. Крутой, а что? Просто. Ты купила его недавно? Нет, в бочерке заказывала. В бочерке заказывала? Да. А сейчас прям. Ты мне все изрисуешь. Ничего тебе не дам. Нет? А здесь, смотри на ее ноги. Она уже в машине себя видит. Так, папочка, закрой, пожалуйста. Папка, мы объезжали, вот тут по дороге не проедешь. Ну, мы вчера стояли так долго, думала, блин, в опеку опоздаем. А мы объезжали через Кавчин-Зимовец. Объехали? Ой, тебя заплели, скоро челочки подстригать. И Женьке волосы заодно сострижу. А я пошла сандали уже доставать, искать, смотри. Есть и все, и надо разводить порошок. Мне же есть нельзя больше, я даже не запекала. Есть свежий суп, а есть вчерашний мясо по-французски вкуснейшее. Курица? Ну. Потому что мне надо порошок развести на 2 литра, где-то на 2-х литровый банк надо или бутылку. Ну, ладно, кушайте что-нибудь. Продолжение следует.